Рухнул мост, порвали лодку. Фраза больше напоминает начало увлекательной истории или анекдота, но на самом деле это крик отчаяния жителей станции Зудыра Чернышевского района. Дети, женщины и старики остались без связи с большой землей. 1 июня этого года большая вода смыла единственный обветшалый мост, который соединял жителей станции с внешним миром. У людей даже нет возможности сходить в магазин за продуктами, потому что расположен он на другом берегу разбушевавшейся реки. На этих кадрах можно увидеть, как очевидцы успели запечатлеть момент того, как остатки их единственного моста уплывают вдаль по течению. Более 30 жителей станции потеряли возможность переправы на другой берег. Полтора месяца люди молили и упрашивали главу местной администрации придумать, как справиться с проблемой. Чиновники для успокоения временно решили проблему покупкой резиновой лодки. После этого мы обратились к нашему местному главе администрации с просьбой о помощи. Он нам выделил 16 тысяч на покупку резиновой лодки. Мы съездили за собственный счет, как бы, ну, всю дорогу, все это оплачивалось за наш счет. Купили резиновую лодку и до этого момента ездили на ней, плавали. Мы просили помощи о том, чтобы отремонтировать, чтобы этого не случилось. У нас никто не услышал. Я решила пойти дальше. Пошли до Чернышевского главы в Наделяево. Написали ему, нашли его номер, созвонили с ним. Он первый пару раз буквально брал трубку, а после этого все. Организация и вся ответственность за переправу легла на плечи жителей станции. Управляли лодкой все, от школьников до пенсионеров. Татьяне чудом удалось перебраться на другой берег и приехать в Читу. Девушка будет ждать, пока река покроется льдом, и только потом она сможет попасть к себе домой. К слову, вода по берегам уже стала замерзать. Это привело к аварии и к потере единственного средства передвижения. Мы порвали лодку, когда перебирались, вот в прошлую пятницу мы перебирались и порвали лодку дно. И больше нет никакого выхода перебираться. Единственное, если только по рельсам, которые остались от старого моста. Но это опасно сейчас. Холодно и не, и можно соскользнуть запросто. Если добираться, пробовать через Уликан, там ключ большой бежит. Он вообще ледяной. Он зимой, летом там ледяной. А если идти на Зилово, медведи-волки. Попытки перебраться по остаткам моста могут привести к гибели. Если власти не придумают, как сейчас переправлять людей на другой берег, жителям станции ничего не останется, как сидеть и ждать холодов, чтобы преодолеть реку по льду. Хотя на власть они уже и не надеются. Бесконечные переписки с администрацией губернатора никакого результата не дали. Там обращения и просьбы о помощи, не доводя до нужных глаз, разворачивают и отправляют на уровень местной районной администрации. Хотя глава городского поселения, к которому привязана станция, уверен, что мост у людей появится к весне следующего года. Все затрудняется тем, что Жудыра находится, так сказать, в отдаленном месте от проезжей части. Там была дорога, которую летними палатками все смыло и так далее. И вот этот мост, чтобы к нему подъехать, надо, ну, там, то есть, чтобы его делать, надо краны большие, да, сорокачи, надо технику туда, а это все будет возможно только по, так сказать, заморозке, то он, то есть, когда встанет, ну, и вообще стройка моста, возможно, когда встанет лед. Ситуация-то, конечно, оплаченная, я на район постоянно это соглашу, ну, как вывожу, но, в принципе, стройка моста сейчас невозможна. Со слов Александра Ворсина, проектно-сметная документация уже составлена. Деньги, 7 миллионов 800 тысяч рублей, на строительство выделены. Остается ждать зимы, чтобы приступить к возведению нового моста. Смогут ли люди дождаться холодов, не имея элементарно продуктов питания? На этот вопрос, к сожалению, чиновники нам не ответят, не в их компетенции.